Для участия в кампусе в Самару приехали 18 иностранцев. Некоторые из них на родине никогда не имели дела с архитектурой. Они занимаются спортом, искусством, владеют бизнесом. Но остаться в стране, когда речь идет о сохранении исторической памяти, не могут. Пабло Амартин – музыкант, играет на кларнете. В Самару приехал из колоритной Испании. Хотел получше узнать русскую культуру и усовершенствовать язык. Говорит, получилось. С середины июля Пабло и другие волонтеры помогали строителям восстанавливать фасад здания и преображали внутренний дворик Иверского монастыря. Это был, честно, замечательный опыт. Я встретил много добрых людей. И я очень рад. Вместе с участниками форума Иволга и экспертами они обсудили самые острые вопросы по этой проблематике. В числе спикеров депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, куратор проекта «Историческая память» и председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников Актем Демидов. Сейчас принят национальный проект «Культура России» и в нем поддержка добровольческих движений – это отдельное направление. Я вам хочу сказать, что сейчас в стране открывается много таких активностей, лагерей или кампусов их можно назвать, в которых можно абсолютно бесплатно принять участие. Большинство исторических памятников в Самаре сохранились только потому, что чем-то связаны с именем Ленина. Например, дом Мясникова на Куйбышево-104, где в свое время революционер встречался с молодежью. Сегодня важно суметь отстоять архитектурный памятник и не дать променять его на очередной современный карточный домик, говорят эксперты. Идею сразу же поддержали из зала. К экспертам обратились жители Тольятти. Из-за того, что город с относительно небольшой историей, зданием нельзя претендовать на звание культурного наследия и, соответственно, рассчитывать на федеральную поддержку. Хотя в городе есть архитектура, которая нуждается в реставрации. Молодые активисты обратились с просьбой включить в список наследий селы и деревни, земли которых сами по себе несут историческую память, а на многих сохранились вековые постройки. Эксперты учли все предложения. Мне кажется, что наш замысел полностью себя реализовал во всех смыслах, во всех направлениях. Это значит, что мы будем его продолжать. И в следующем году стараемся еще более масштабный волонтерский лагерь запустить, возможно, соединив и восстановление объектов культурного наследия, и какие-то археологические работы, ну, конечно же, в Самарской области. Одно из возможных зданий, в преображении которого будут участвовать иностранцы в следующем году – фабрика «Кухня», где расположится филиал Третьяковской галереи. Мария Левина, Василий Кладашов. События.